Владимир Шорохов. В доступе отказано. Начало. Антон брел по коридору института. Некогда тут было столпотворение, шум, смех, крики. Но сейчас наберется чуть больше десятка студентов. Он уже привык к новой реальности и знал, что возврата не будет. Но многие все еще жили прошлым. Инга сидела на подоконнике. Когда началась лекция, она даже не подняла голову и не оторвала взгляд от черного монитора телефона. Сейчас многие часами смотрели на мертвый экран, там ничего не было, но они не могли вернуться в реальность. — Ты еще не закончил? — проходя мимо Вадима, поинтересовался Антон. Раньше Вадим был блогером, вел свою страничку по ресторану. Было много подписчиков. Вот он и подсел на экран и даже теперь не мог оторваться от телефона. Его пальцы застучали по темному стеклу, что-то печатал, но никто этого уже не увидит. Телефоны давно уже не работали. — Заканчивай. Юль, кончай, отложи его в сторону. Пойдем перекусим. У тебя ведь еще весь вечер впереди. Девушка туманным взглядом посмотрела на Антона, такой взгляд почти у всех, кто был заражен оком. — Ну же, пойдем. Я покажу, где столовая. Или помнишь? — Юля прижала телефон к груди и зашептала, словно молилась, и, протянув свою худую руку, встала с кресла. Мир изменился, и он уже не будет прежним. Кто-то был заражен оком, кто-то шумом или лояльностью. Это все скрытые программы, которых никто не видел, но именно они все изменили. За год до событий Сегодня у нас с вами первая лекция. Давайте познакомимся. Меня зовут Евгений Павлович Худяков, а вы будущий гений мозгового штурма, поэтому прошу, не отвлекаемся на смартфоны и не пялимся в мониторы ноутбуков, словно там есть что-то полезное. Я не буду вам делать замечания, но когда придет время сдавать сессии, спрошу по полной. В прошлом году Евгений защитил диссертацию на тему «Мозг как цифра». Речь не шла о том, что мозг – это компьютер, но он приводил множество доводов, что мозг – это новый, пока непонятный вариант расчетов, и этим процессором можно управлять. «Первое, что я вас попрошу, напишите ваши номера сотовых телефонов». В аудитории послышались смешки. «Не думайте, что я буду звонить вам и уговаривать на свидание, если вдруг кто-то об этом подумал. «Сегодня мы начнем эксперимент. Не пишите имя, мне это не надо. Только номер телефона и все. Я вышлю вам ссылку, вы скачаете небольшую программу. Это не вирус, не троян. Ваши банковские счета не узнаю, переписку и интимные фотографии тоже. На ваш смартфон будет установлена программа «Ноль». Она невидимая и загрузочная, поэтому и ноль». «А зачем тогда она?» – спросил кто-то из студентов. «Что это?» Евгений показал рукой на плакат, где был изображен человеческий мозг и надпись «Самый совершенный компьютер». «Мозг. Не просто мозг. Это компьютер, только биологический. Его создала матушка природы. Вы часто замечали, что ваш смартфон или ноутбук начинает чудить. Что вы тогда делаете?» «Чищу. Перегружаю. Запускаю антивирус». «Верно. Вы, как бы стараясь выбросить его из памяти лишнее и вернуться к истоку. Человеческий мозг мало чем отличается от вашего кремниевого чипа. Он и есть процессор. Но...» Евгений многозначительно поднял палец вверх, указывая куда-то в небо. «Кто-то соизволил сделать наш мозг разумным. И этот кто-то запустил первичную программу самообучения. Точно так же, как мы это делаем с нейросетями. Но она по сравнению с тем, что у нас в голове у Бога. Хотя да, соглашусь, если взять во внимание отдельную нейросеть, мы сразу ей проиграем. Наш мозг объединяет сотни и тысячи таких сетей. А посему, как бы нам не хотелось отрицать, но наш мозг – это биологический компьютер. И на сегодняшний день он самое искусственное дворение в мире. Когда Евгений начал писать свою диссертацию, хотел провести эксперимент, но тогда не хватило времени. В своих таблицах он отмечал влияние телефонов на сознание человека, как та или иная программа изменяет личность. Это и так было понятно, но ему хотелось доказать, что можно программировать сознание скрытым способом, так что человек этого никогда не заметит. Если ты управляешь единственным мостом через реку, ты король. Если ты единственный, кто поставляет труду, ты власть. Если только ты контролируешь финансы, ты бог. И вот теперь настало время контроля за разумом человека. Раньше эту роль отводили религии, но ее потеснили СМИ. На смену пришел интернет и умные программы, которые следили за каждым вашим шагом и невольно управляли вами. Вы думаете, что вы принимаете решение? Нет. За вас все уже давно решили. Увидите только те статьи в интернете, которые им нужны. Будете питаться только теми продуктами, которые им надо продавать. Им. Вот что скрывалось за теми программами, но и они уже скоро устареют, и на их место придут новые источники управления. И кто научится программировать сознание человека, тот и будет Всевышним. Наш чип в голове живой, его невозможно создать в искусственном варианте. Это его уникальность, но в то же время и Ахиллесова пята. «А что тогда делает программа Ноль?» Спросила девушка, что сидела ближе всех к лектору. «Извините, но я не могу этого вам сказать, поскольку результат эксперимента будет под сомнением. Уверяю, вы ее даже не увидите, не услышите, не поймете, что она делает. Тогда зачем все это? Как сказал ранее, наш мозг — это чип, а любой чип настраивается. Вот и будем смотреть, как это работает. Теперь вы понимаете, почему мне не нужны ваши имена. После того, как данные будут загружены в нейросеть Ноль, ваши телефоны закодируются, и уже никто, даже я, не сможет узнать, кому принадлежит тот или иной смартфон. «А мы хоть живо останемся?» — пошутил кто-то из ребят. «Я проконтролирую, чтобы вы дожили до сессии». По залу прокатились смешки. К концу лекции у Евгения на столе скопилась пачка листков с номерами, на некоторых все же были написаны имена. Он аккуратно внес все данные в свой ноутбук, а листки с номерами пустил в шредер, чтобы ни у кого не было желания узнать номер своего соседа. Евгений изучил много литературы, побывал на десятки конференций, где ставился вопрос о влиянии цифрового мира на сознание человека. Но его интересовало не это, а как управлять его сознанием, а вернее кодировать. Оксана уже 9 лет работала в институте, маленькой лаборатории, состоящей из 20 таких же сумасшедших гениев, что стучали пальцами по клавиатуре, прописывая коды и взламывая программы. Взламывали все, от навигационных приборов до программ по управлению ракетой спутников. Это не ради шалости, так проверялась бронесистема. Именно поэтому у Оксаны стояли, как она считала, самые передовые умные машины. Иногда требовалась скорость, чтобы защита не успевала. Тогда так шла словно пулеметная очередь, и рано или поздно они все же взламывали. Это была секретная лаборатория. Оксана ничего не говорила про свою работу, но именно она предложила Евгению свои услуги. Чтобы отследить и проанализировать одного испытуемого, справится и твой компьютер. На аудитории тебе не хватает мощности. Но моя нейросеть саму сможет это сделать. Она прошла обучение и прекрасно показала себя. Обучение? Что же тогда у тебя она делает? Поинтересовался Евгений, зная, что Оксана ничего лишнего не скажет. Ее работа как раз связана с анализом. Ты пропишешь правила, она тебе поможет. Ну что, по рукам? Надеюсь, меня за это не арестуют. Все официально, но твои результаты будут и моими. Договорились? У Евгения в институте было слабое техническое обеспечение. Разве что сервера. Но этого мало. Программа «Ноль», которую Евгений решил использовать, была не нова и занимала всего 2,5 мегабайта. Но основная ее работа была не в самом телефоне, а в анализе владельца, а для этого требовались мощные станции. Поэтому и согласился сотрудничать с Оксаной и ее лабораторией. Отправив данные в нейросеть саму, он мгновенно получил подтверждение, что ссылки уже отосланы, а через минуту поступили данные, что начались скачивания приложения. «Ну что же, посмотрим, что вы из себя представляете», радостно потирая руки, сказал Евгений. Программа не сразу запускалась. Нейросеть саму будет неделю наблюдать за владельцем телефона. По этому принципу работают рекламные алгоритмы. Они просматривают вашу переписку в сети, разговоры, составляют ваши предпочтения, какие магазины вы посещали, что покупали, и на основе этого выдают рекламу и предложения. Но нейросеть саму монолизировал больше.